Сначала расскажем про гигантские предприятия АПК и пищевой промышленности, которые запустили в нашей стране за год. А потом расскажем про важные итоги зерновой сделки. Итак, российский агропромышленный комплекс продолжает оставаться одним из локомотивов народного хозяйства, показывая стабильный рост производства. Согласно данным сайта, сделанного у нас в 2022 году в России было введено в эксплуатацию или модернизировано 82 предприятия, цеха и линии АПК и пищевой промышленности стоимостью более 100 миллионов рублей каждая. Это еще более мелкие мы тут не учитываем. А сейчас перечислим русскую дюжину. В обзор включены 12 крупнейших запущенных предприятий с вложениями более 3 миллиардов рублей в каждое. Итак, новый тепличный комплекс запущен в эксплуатацию в Воронежской области. Три очереди тепличного комплекса АПХ «Экокультура» по производству томатов введены в эксплуатацию в Бобровском районе Воронежской области. Общий объем инвестиций составил более 20 миллиардов рублей. Площадь трех очередей теплиц составила 60 гектар. Создано 974 рабочих мест. Это один из самых масштабных сельскохозяйственных проектов в сфере выращивания овощей в защищенном грунте, реализуемый в Центральном Черноземье. В Волгоградской области открылся крупный консервный завод. Этот завод Ахтуба заработал в поселке Краснооктябрьский вблизи города Волжский Волгоградской области. Площадь завода составляет 43 тысячи квадратных метров. Комплекс сможет перерабатывать до 40 тысяч тонн овощей в год. Инвестиционный проект стоимостью в 3 миллиарда рублей реализован с господдержкой за два года. Завод будет выпускать до 100 миллионов банок консервированных овощей. Большую часть сырья, огурцы, помидоры и другие овощи будут перерабатываться сразу, однако порядка 20% будет закладываться на хранение в 14 подземных бункеров. На Урале открыто новое производство хлебозавода СМАК. Этот завод находится в лагопарке Кольцовский в Екатеринбурге. Общая площадь предприятия составила 42 тысячи квадратных метров. На новой линии производится 4 вида батона или 40 тонн продукции в сутки. Хлеб молочный, подмосковный, студенческий и нарезной. Процессы на новом предприятии полностью автоматизированы. Благодаря запуску первой линии на новой производственной площадке выпуск хлебобулочной продукции увеличился уже на 6%. При этом после завершения первого этапа инвестиционного проекта объем выпуска планируется увеличить до 80 тонн в сутки. В настоящее время инвестиции в производство превысили 4 миллиарда рублей. Создано 156 рабочих мест. Группа Черкизова запустила МЭЗ в Липецкой области. Группа Черкизова – крупнейший в России производитель мяса, и они запустили маслоэкстракционный завод по переработке сои в Ельце, Липецкой области. Это крупнейшее в стране предприятие по переработке высокопротеиновых масочных культур. Его плановая мощность – 2500 тонн сои в сутки или примерно 1 миллион тонн в год. Инвестиции в строительство составили 10 миллиардов рублей. Завод будет выпускать соевый шрот, масло, оболочку и лицетин. Также предприятие может перерабатывать рапс. В Липецкой области открыли крупную молочную ферму на 2000 коров. Эта ферма открылась в селе Рогожино Задонского района. Проект в три очереди реализует компания «Колос». Общий объем инвестиций – около 3,5 миллиардов рублей. На данный момент состоялся запуск первой и второй очереди предприятия. Новая ферма рассчитана почти на 2000 коров. Еще одна такая же была открыта ранее. Впереди третья очередь. Она включает запуск еще одной фермы на 640 голов и комбикормового завода. В Карачаево-Черкесии открылся крупный завод по переработке баранины. В столице этой республики Черкессии открылся крупнейший в России завод по переработке баранины «Кавказмясо». Предприятие было реконструировано ГК «Доматы» при поддержке Россельхозбанка. Мощность производства составит 25 тысяч тонн мяса в год. Общая стоимость проекта составила 3,4 миллиарда рублей. На заводе работает система автоматизации от «От корма до забоя». Предприятие обеспечит региону 450 новых рабочих мест. В Тюменской области построен племенной репродуктор индейки. Его открыли в Исецком районе Тюменской области. Там построено 10 птицеводческих площадок, 5 для ремонтного молодняка и столько же для родительского стада. Новый комплекс по выращиванию и содержанию родительского стада индейки будет производить до 12 миллионов штук инкубационного яйца в год. Стоимость проекта около 5 миллиардов рублей. Эко-Нива ввела в эксплуатацию молочный комплекс в Башкирии на 6000 голов КРС. Эко-Нива – это крупнейший молочный холдинг в России. Они объявили о вводе в эксплуатацию животноводческого комплекса «Семена Макарова» в Ермекеевском районе Башкортостана. Это крупнейший проект в сфере молочного животноводства, реализованный на территории республики. Комплекс рассчитан на 2800 коров и 3200 голов молодняка. Общие инвестиции превысили 3 миллиарда рублей. В состав комплекса вошли 3 коровника, телятники, площадки для содержания молодняка, склад кормов, санпропускник. Реализация проекта позволила создать 128 новых рабочих мест. В Курской области заработал крупный маслоэкстракционный завод в Касторенском районе. Этот завод один из крупнейших в России. Здесь будут перерабатываться практически все масленичные культуры – соя, подсолнечник, лен, рапс. Предполагаемая мощность переработки составляет 2 миллиона тонн соевых бобов и подсолнечника в год. Решение об инвестициях в размере порядка 20 миллиардов рублей строительства завода Агрохолдинга «Содружество» по переработке семян подсолнечника и сои в Курской области было принято в 2018 году. С учетом планов по возведению второй очереди объем запланированных вложений увеличится до 28 миллиардов рублей. Отмечалось, что после выхода на проектную мощность завод станет крупнейшим в Европе среди маслоэкстракционных предприятий. Крупный комбикормовый завод открыт в Пензенской области. Его открыла компания «Доматы» в Калышлейском районе Пензенской области. Это крупнейший в Поволжье комбикормовый завод. Новое предприятие будет производить 365 тысяч тонн полнорационных, расцепных и гранулированных комбикормов в год. Более 1000 тонн в сутки. Инвестиции в проект составили 4,5 миллиарда рублей. Создано 225 рабочих мест. В Подмосковье введен в эксплуатацию тепличный комплекс площадью в 16 гектар. Его ввели в городском округе Луховицы в деревне Остапово. Там ежегодно будут производить до 15 тысяч тонн огурцов и более 3,5 тысяч тонн томатов. Только в этот этап строительства вложено чуть менее 5 миллиардов рублей. Старт третьей очереди проекта позволил организовать более 200 дополнительных рабочих мест. Стерлитамагский молочный комбинат завершил реконструкцию производства. На этой линии будут производить кольяты, полуфабрикаты для изготовления сыра, а также они запустили новую линию по разливу молока и молочных продуктов в пэт-бутылку. Инвестиции составили более 3 миллиардов рублей. Ну а теперь про зерновую сделку и про ее итоги. Вот стандартная последовательность событий в любой российской отрасли. Первое. Россия делает что-то. Второе. Куча истеричек, вяжет и бьется в падучей ненависти с криками «Зрада! Все плохо! Мы все умрем!» Третье. Россия получает профит. Четвертое. Истерички старательно делают вид, что ничего не произошло и бегут истерить по следующему поводу. Так же было с зерновой сделкой. Только на днях смотрел, как Соловьев с Мирошником на два голоса пели о том, что зачем эта зерновая сделка, нужно из нее выходить, причем еще вчера. А теперь разберем подробно. Итак, в стране 404 было зерно, которое они хотели продать. Попутно создавая шум о том, что в Африке дети голодные из-за злобной России. Россия говорит «Хорошо, вывозите», заодно выторговывая у Эрдогана уступки по нужным нам вопросам, включая полный выход турецких войск с территории Сирии. Зерно из страны 404 едет в Британию, в Испанию, в Польшу, в США, в общем, куда угодно, но только неголодающим детям Африки. Африка такая «Вот с***». Россия, а мы говорили, Европа набивает свои закрома дешевым зерном из страны 404 и радуется, что обманула лохов. Лохи едят попкорн и ждут продолжения. Продолжение наступает очень быстро. Европейские фермеры, которые не смогли продать свое зерно из-за демпинга со стороны страны 404, офигеть теперь. Другие европейские фермеры, которые купили дешевое зерно из страны 404, для кормежки животных и увидели, что оно низкокачественное, лежалое, прелое, гнилое и так далее, тоже офигеть теперь. Болгария, Венгрия, Словакия и Польша, это пока еще не вечер, может и другие подтянутся, отказываются от всей сельскохозяйственной продукции из страны 404. Африка, не хотим иметь никаких дел с этими тупыми пи***цами. Россия, продай нам нормальное зерно. Ну то есть Россия порешала с Турцией, Россия позволила Европе показать свое лицемерие, Россия продала свое зерно в Африку, Европа, пока не вся, признаю, добровольно отказалась от зерна из страны 404. А где и в чем, собственно, зрада? В студию для разъяснения приглашаются опытные эксперты из тусовки обиженных идиотов. И кстати, в прошлом году в стране 404 посеяли где-то на 30-40% от предыдущих объемов, а в этом посеяли еще меньше.